Многое веком! Многое веком! Многое веком! Многое веком! С 78-го года примерно. Но вы коренной филимоновец. В 56-м году приехал. И что вас привлекает в этом инструменте? В этом инструменте? Ой, не знаю, это же я с детства, с шести лет играю. Нравится, людям нравится, когда я играю. Как настраиваете себя на выступление? А это уже, скорее всего, профессиональная такая черта получается, что людям хочешь подарить удовольствие, и, естественно, с отрицательными эмоциями к ним не выйдешь, если хочешь этого. И вот как-то сам к себе загораешься и идешь вот так вот с таким настроением. Как вот вы уживаетесь с порою капризными? С женщинами? Да. Вы знаете, они меня любят, идут навстречу. Со мной они как-то нежные, ласковые. И так что, видимо, потому что я с ними такой, так что у нас контакт все время получается обоюдный. Нет, не исчезла, не остудела Сила таланта родимой земли И не погасли, и не сгорели Русские храмы в дорожной пыли Тайна Богоматери, мужество во всем В пепле пустыря, тень монастыря Не души кругом Громко ветер в роде Прошено известь Сердце мое Вони, друг мой, что сказать тебе Христос воскрес, спасительство Наша Сибирь действительно святая земля И благословенная земля Ирбей исполняется 90 лет Край в этом году празднует 80-летие И все мероприятия, которые мы проводим На Ирбейской земле, конечно, посвящены Двум основным этим датам Спасибо всем гостям, кто приезжает Спасибо нашим народным коллективам Мы находимся на территории памятника природы Краевого значения Место произрастания реликтового растения Эфедра Значит, соценность его Вот это вот и есть Само растение Эфедра Значит, соценность его Что это растение Сохранилось у нас Например, превоздано в таком виде С доледникового периода С эпохи так называемого динозавра Это у нас голосеменное растение Которых тоже очень мало Данный памятник природы Создан постановлением Крайисполкома Значит, в 1985 году 25 декабря 1985 В 2000 году Значит, было изменение режима На данной территории памятника природы Запрещено сбор растений Эфедра Значит, совы паскота Синокошение, проезд всех видов Тататранспорта и так далее И вообще, вся любая деятельность Которая может нанести вред растению Эфедра Несмотря на дико палящее солнце Я даже не рискну снять кепку Чтобы не получить солнечного удара Здесь природа рада гостям И легкий вриз от ритникан обдувает Кроме того, что это пекное растение Охраняет специально обученные люди На страже ее есть даже две змеи Гадюки Так что, те, кто хочет Как-то ее себе подвыкопать Или забрать Рискуют быть укушенными Этими двумя охранницами Гадюки 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 Продолжение следует...